Спорт День за Днем представляет проект Территория Спорта День за Днем. Санкт-Петербург, северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. В новом году Спорт День за Днем посещает не только тренировочные площадки, но и любые культурные места, связанные со спортом. В недавнем выпуске Территория Спорта День за Днем мы посетили Государственный музей спорта в Петербурге, еще до его официального открытия, когда коридоры были пусты, а в залах царила таинственная полутьма. Поскольку выставки нас заинтересовали, мы не могли упустить шанс побывать на самом официальном открытии. С нынешней недели музей работает для всех жителей и гостей города. Ну, прежде всего, открытие собрало такую толпу прессы, что в главном зале все желающие просто не поместились. Если музей наберет большую популярность, стоит подумать о расширении помещения и крепко подумать, ведь болельщики спорта любят перемещаться большими толпами. Да и число экспонатов уже сейчас достигло тысячи и, вероятно, будет расти, а расставленные и развешены они плотнее, чем в Эрмитаже. Понятно, что части экспозиции временные, как это всегда бывает в любых музеях, но даже если взять только самые ценные вещи, они занимают очень много места. Ведь самые интересные спортивные артефакты – это старые мечи, лыжи, станки для коньков и прочие довольно крупные предметы. То, что ты нигде больше не увидишь, а если увидишь, на фото это совсем не то, что в жизни. В беседе с нами директор музея Елена Истягина Елисеева рассказала, что уже есть планы выставок на больших петербургских площадках, в том числе, возможно, и спортивных аренах. Экспонаты музея будут шикарно смотреться на Мачте и Газпром-арены или СК-арены, когда ее построят. Вы сказали о выставках. Планируются ли выставки на стадионах Петербурга, в частности на Газпром-арене и на СК-арене, когда она будет закончена? Вы знаете, я уже присмотрела огромное количество локаций, которые хочу освоить. Ленинград действительно очень спортивный город, поэтому местечек много. И я тот директор, который говорит, что культура должна идти к людям. И чем более проходимые места мы будем занимать, показывать ненавязчиво жителям города и гостям вот то наследие, частью которого они являются, вот в этом наша очень тоже серьезная задача по работе с нашими уважаемыми гражданами, детьми разного возраста. То есть выставки на стадионах возможны, да? На Газпром-арене, на СК-арене? Да, конечно. Мы вообще довольно много работаем с спортивными аренами. У нас на Сочи на айсберге, в Калининграде тоже на новых аренах, в Пензе. То есть это для нас уже освоенный опыт, в котором нет особо ничего такого удивительного для нас. Но я надеюсь, что сбудется что-то интересное и с питерскими клубами. На открытие пришли многие звезды петербургского спорта, олимпийские чемпионы и призеры, которые внимательно осматривали выставку. Биатлонист Дмитрий Васильев, например, в беседе с нами заметил, что здесь нужно больше петербургских экспонатов, связанных именно с атлетами северной столицы. Ведь городскому болельщику они интереснее всего, а сейчас в музее представлена скорее общая история российского спорта. Необходимо, как мне представляется, акцент сделать именно на питерских спортсменах, на ленинградских. Это было бы правильно. А здесь очень много экспонатов, которые к Питеру некоторые спортсмены никакого отношения не имеют. Но я думаю, что это дело поправимое и через некоторое время все будет очень хорошо. Вы и ваши коллеги готовы сейчас что-то пожертвовать музею? Ну, конечно, я вообще первый раз слышал, что нужно что-то пожертвовать. Я, конечно, готов обязательно. Я думаю, что и мои друзья тоже из различных видов спорта, они так же... А так, навскидку, чтобы здесь еще хорошо смотрелось из биатлона? Из биатлона? Ну, винтовка точно никак она бы не смотрелась, потому что ей здесь не место и нельзя здесь ей быть. Ну, некоторые экспонаты любопытные, медали разные были разных эпох, они сейчас очень здорово изменились. Поэтому, ну, много что. Там какая-то экипировка и так далее. То есть старые экспонаты, они же у нас остались и в принципе, ну, я не думаю, что уже кто-то цепляется за них. Правда, если собирать регалии у петербургских звезд 21 века, то залы быстро превратятся в музей Зенита. А вот как раз этого-то музейные работники хотели бы избежать. Увы, в последние десятилетия городские атлеты далеко не так успешные, как бывало в советское время. С другой стороны, важны ведь не только чемпионские вещи скупков мира, правда? Скажем, старинный станок для заточки коньков многим будет интересно посмотреть, хотя Плющенко и Ягудин на нем определенно не работали. Они родились-то задолго после его появления. Афиши и плакаты тоже ценятся независимо от того, насколько успешным был конкретный турнир для нашей сборной. Хотя, конечно, самые успешные турниры вызывают особые чувства. Золотая сетка от ворот – это уже не просто сетка, а память о лучших моментах жизни. Собственно, про сетку мы спросили у Юрия Нестерова, олимпийского чемпиона по гандболу, который особенно долго бродил в секции ГТО. Ну а вот что интересное можно придумать в гандболе? Все-таки мяч, наверное, это не так интересно. Какие можно придумать экспораты? Слушай, ну если только из наград что-то взять такой же, то есть может быть из этого. Конечно, у нас это не такие интересные инвентари, то есть мячи, кроссовки и так далее. А может какая-нибудь золотая сетка сохранилась с ворот? Нет, такого у нас не делают. У нас все очень попроще, скажем так. Это в футболе, нет, все попроще. Мячи, да, остаются, подписываются игроки. Ну и вот из такой серии все. А может быть вот какой-то мяч с Олимпиады памятный, с чемпионата мира, что-нибудь такое. К сожалению, их забирают сами организаторы и уже все. А вот если с ними договориться, может можно как-то накопиться? Ну а на будущее, наверное, можно будет. То есть все надо договориться. Вице-губернатор Петербурга Борис Петровский заявил, что открытие музея – это знаковое событие. Это важно для развития Петербурга как культурной, так и спортивной столицы страны. Спортсмены и ветераны уже обращались к руководству города и говорили о необходимости создания такого проекта. Теперь он наконец-то существует и станет еще одной точкой притяжения горожан и туристов. У музея есть сайт, точнее раздел Петербургского отделения на общем сайте Государственного музея спорта. Напомним, главная выставка находится в Москве, но на этом самом сайте можно совершить виртуальные экскурсии по залам. Там же указаны расписания работы и экскурсии музея. Кстати, в феврале-марте Петербургский музей работает в тестовом режиме. Новое помещение, как мы и сказали, нужно проверить, так что просят предварительно записываться. Фонаты спорта наизусть знают множество чемпионов и их ничем не удивишь. Но для обывателя практически каждый экспонат этого музея будет небольшим откровением. Пожалуй, самое главное – зародить интерес к спорту, а дальше само пойдет. И с этим музей спорта вполне может справиться. Субтитры создавал DimaTorzok